всем привет это обзоры от колена красная сегодня у нас вот такой вот большой набор в обзоре большой лично для меня в плане того что в плане съемок потому что мне очень пока сложно еще снимать такие большие наборы в плане локаций мне полегче чем такой маленькой небольшой фигурки вот вот такой очень достаточно большой интересный набор набор нас по фильму чудо-женщина 1984 почему взял его потому что очень долго сомневался брать или нет но таки решился потому что первых это пока единственные скорее всего вообще будет не набор по чудо-женщине по фильму который вот недавно вот вышел сам набор по себе вышел давно потом грянула пандемия премьер фильма отложили произошел небольшой промежуток набор уже достаточно давно купил я его на бита вот через т.м.л. вот этот по достаточно вкусной скидке набор вышел мне по-моему порядка 1400 рублей при средней стоимости там 2500 или 2000 где его искать как поймать вот но и взял его ради конечно фигурок это ради а чудо-женщины самой и ну гепард я единственно пожалел я уже делал обзор на чудо-женщина и не взял гепарда китайскую чтобы тоже есть вот что же давайте посмотрим набор вот у нас очень крутая и знаете необычная впереди вот эта обложка нигде такое раньше не встречал что вот мы были нарисованные лего персонажи в таком стилистике обычно у нас просто как бы фотка сходка на готовый набор на каком-либо фоне или еще что-то такое а тут вот прям такая интересная зарисовка так на обратной стороне на что сам набор сам набор его можно возможно даже небольшие функции фильм еще даже не смотрел на видеть там вот это все будет в трейлер был даже вот сбоку нас если будет видно чудо-женщина сама поэтому золотой брони в костюме тут у нас у нас ничего не что ж давайте его вскроем соберем и посмотрим на него понимать так набор вскрыт но что у нас внутри что у нас положили туда лего это вот такой большой пакетик кстати хорошо что заполняемость на половину то есть воздуха положили немножко да и сам пакетик по размеру коробки нужно оправдать размеры второй пакет тут воздуха уже побольше естественно и инструкция наклеечки вот такая достаточно большая у нас и наклейки наклеечки еще ага пластина отдельно пластинка вроде больше ничего нет или еще были наклейки в самой инструкции больше пока ничего ним не выпало но надеюсь это все наклейки в общем вот так собираем и смотрим повнимательнее итак набор собран и у нас получилась вот такая очень интересная компактная постройка представляющая собой некую такую телевизионную радиовышку что я не знаю точно вам не скажу потому что еще не смотрел сам фильм вот насколько я знаю это действительности какая-то телевышка с помощью которой можно управлять там порабощать всем мир вот но начнем мы с фигуры потом перейдем можно саму постройку первая нас фигурка это вот такой вот один из главных злодеев героев фокус не могу поймать вот это нас а москва лорд насколько я понял его и кстати говоря его играет актер педро паскаль который играет же в сериале мандалорец мандалорца вот обычно такая фигурка принято к спереди пиджачок сзади тоже прическа стандартная улыбка возможно где-то вы уже и даже видели я не скажу только хорошо осведомлен в лицах двойное лицо естественно испуг и улыбка лодейская улыбка дальше у нас идет второй один из злобных персонажей злодеев это у нас гепарда вот такая вот очень интересная фигурка очень жалею то что не взяла китайскую версию скорее счет закажу эту закажу потом сделаю сравнительно обзор который у меня теперь является на за рубрика китай против лего вот очень интересный принты спереди сзади также имеется сзади тоже гепардовские черные штучки и двойное естественно выражение лица помилая злое очень очень прикольная прическа интересная вот насколько я знаю лего выпускала несколько таких версий вот это вторая может быть может быть третья если не то что поправьте меня в комментариях первая версия такая более оригинальная такая еще я просто не особо разбираюсь персонажей дисси особенно вот таких вот когда выходила мини-серия мини-фигурка по одессе там был персонаж гепарды там она такая тоже очень прикольная в шапочке и такой гепарда такая классическая какая-то старая вот ну и естественно самая интересная фигурка это набора это у нас сама чудо-женщина по фильму чудо-женщина 1984 вот сниму вас у правды не как он там в общем вот такая у нас фигурка достаточно интересная достаточно интересная сзади у нас вот такое крылья вот так но и самый главный минус это фигурки на мой взгляд это волосы только посмотрите как они здесь реализованы ну не очень не очень мне не нравится а если кто смотрел обзор китайской версии чудо-женщины то поймет что я там говорил что вот волосы реализован там лучшим давайте снимем шлем у нас естественно два выражения лица такое и злобная вот сзади сниму сейчас крылья классические классические крылья они уже выпускались у лего у сокла по моему не применялись у стервятника такие интересные и сзади нас вот такой вот принципе ничего особого интересного нет золотистые такие изделия детальки вот больше ничего интересного этой фигурки такого нет я не буду но я мельком быстренько сравним полностью не буду сейчас достану китайскую версию мельком просмотрим что они есть какие-то недочеты из какие-то преимущества двух разных версий вот но это будет отдельном видео так ну и поближе к самому набору набор нас представляет такую очень интересную постройку скажем даже стенду то есть ее очень не стыдно и интересно поставить просто себе на полочку и ей любоваться очень интересная но вот на мой же опять не скромный взгляд с косяками с таким очень интересным косяками непонятными но фирменными можем может быть леговскими косяками так отвалилась от камеры что же дать посмотрим на нее еще более внимательно ну начнем мы пожалуй с вот этой штуки скажем так теле радио вышки самое вкусное интересное в этом в том что у нас вот это непосредственно печать это принты это не наклейки и естественно они очень прикольно это добавляет такой роскоши изысканности и редкости к этим деталям но они кое-где плоховаты где есть сближение туда сюда влево вправо ну ладно по функциональности по функциональности этого набора очень интересный функционал только в том что крутится непосредственно сама это теле радиовышка вот так она у нас крутится и соответственно вот так вот гнется очень легко и быстро она крутится без проблем также у нас вот имеется вот это такая отгинающая сторона не знаю что это собой как будто ну похоже на антенну с проводами телевышку с проводами вот потом у нас идет отдельно камера самая простая камера больше ничего не особенного нет такого вот ну и дальше по тупости глупости и непонятности мне сама вот это как бы представляющая с тобой телевышку станция имеется на вход и вход посмотрите только настолько низкие какой-то непонятным мне не знаю фильмы так ли это было изображено или нет но в общем мы открываем дверь и она нас настолько все же открывается сейчас задней стороны посмотреть как это выглядит ну просто ужас вот потом смотрите что у нас получается вот с вот этими передними стоечками где у нас открывание так двери они просто снизу закоплены и получается что если мы вот так тут шевелим они свободно двигаются и могут легко выпасть сверху они придавлены как будет конструкции но они так придавлены что ну просто не не очень-то и хорошо не придавлены но и комната сама сзади вот такая небольшая комната так понимаю сюда у нас ставится персонаж вот так ставить камеры как бы снимается наверно так вот и опять же по по двери посмотрите как это глупо в лице страны где открывается вот так и сюда никто не может идти а с той же на стороны все придавлены вот еще очень интересная такая функциональность набора то что у нас можно так вот я понимаю поставить чудо-женщина на такую прозрачную детальку и она у нас может свободно так перемещаться летать и сюда вот сбоку прикрепляться вставать вот так что же в целом в целом в целом мне очень нравится этот набор на самом деле даже при небольших таких минусах и недочетах на мой взгляд тоже стандарт для лего я рекомендую его в коллекцию потому что наверное это один единственный набор о чудо-женщины нынешнего фильма который выйдет который вышел уже вот из-за того что здесь во-первых редкие фигурки чудо-женщины и гепарда и опять же это единственный набор и скорее всего потом впоследствии он будет иметь какую-то определенную ценность и цену то есть фигурки которые выпускаются у нас единоразово они потом дорого стоят но и в принципе постройка очень прикольная для коллекции сойдет даже любителям и не фанатам очень советую и рекомендую поймать этот набор все-таки по скидке но он часто мелькает на озоне в адрес в детском мире тоже можно будет поймать до 2000 точно стоит взять больше не стоит что же у меня на этом все всем спасибо подписывайтесь на наш канал ставьте лайк колокольчик и вступайте нашу группу вконтакте где мы укладываем обзоры на олега и его аналогов всем пока